Приветствую вас. Вы знаете, есть некоторое противоречие в том, что вы пишете. По вашим словам получается так, что вы очень много понимаете, очень много знаете о мире. По вашим словам получается так. Но, но при этом у вас мало других. Так вот вы чувствуете саму противоречие одного и другого. Но, если вы действительно много понимаете, как говорите, то, наверное, не должно быть противоречий у вас. Наверное, не должно быть таких противоречий, такого плана. Если вы все-таки, ну, много понимаете в этом мире, как вы говорите. А так, получается, несколько, несколько страт. То есть вы их понимаете много, но пользоваться этим не умеете, не можете. Ну, вот, что же интересный момент. А если вы понимаете много, то почему не умеете пользоваться этим? Ну, то есть, в чем сложность пользоваться этим вот конкретно? Почему нельзя использовать данные знания? Почему нельзя использовать ваши знания? Как-то вот себе во благо, на благо другим людям и так далее. Вот почему. Если вы действительно, как говорите, все понимаете. То есть это вот, по вашему счету, знаете, как бы, как бы, несколько странно. Несколько странно это выглядит. Вот. Это первое. И второе. Проказа же сказала. Вы говорите, что у вас очень много мыслей, что, может, дневники меняете каждую неделю. То здесь, я думаю, имеет смысл вам. В обязательном порядке подумать над тем, что вы пишете. Пишите книги, рассказы, пишите повесть в интернете, пишите истории какие-нибудь. Это и будет для вас тем самым выплеском мыслей, который вам так необходим. И, по моему мнению, если вы будете действовать, если вы будете действовать вот так, вам будет легче. С другой стороны, если мысли слишком сильны и не дают покоя, то лучше обратиться, конечно, к врачам. То есть, если вы будете действовать, то, что вы будете действовать, то, чтобы вам все-таки оказали помощь более, так сказать, конкретно. Потому что, потому что, ну, вы же не хотите, чтобы вас эти мысли беспокоили. Вы же, вы же не хотите, чтобы они загружали вас так, как делают это сейчас. Понимаете, да? Понимаете, да? О чем идет речь? Значит, дальше. Дальше. Попробуйте о том, для чего вам вот это вот понимали, какую цель оно преследует. То есть, вы же не просто так вот вяли и начали вдруг все понимать. Я уверен, что для этого были основаны. Я уверен, что для того, чтобы вы начали все понимать, были условия. Специальные, необходимые условия. И какую-то цель вы пытаетесь тратить. Что повлияло на вас? Какие-то события в жизни. Какие-то ситуации. Восставили вас объяснять многие вещи, не читая книг. Кстати, а как можно объяснить что-либо, не читая книг, не имея знаний? Почему вы считаете, что то, что вы объясняете это правильно? Это же нужно проверить. Как-то. Ваши суждения, ваши взгляды, предпосылки и так далее. Почему вы считаете, что то, что вы объясняете это верно? Подумайте об этом. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует...